Друзья, всем привет! Меня зовут Оксана Сердечная, я агроном. И сегодня в рубрике «Практик сад рекомендует» я хочу вам рассказать про уход за земляникой садовой или клубникой в осенне-зимний период. В середине октября клубника уже готовится к зимовке. Мы это можем заметить по характерным красноватым пятнам на листьях. Это не болезнь, так проявляется антоциановое окрашивание, когда происходит фосфорное голодание, когда корни не могут работать в полную силу и за холодной температурой почвы, не могут поглощать достаточно питания с почвы. Соответственно, дефицит фосфора проявляется вот таким вот образом. Также на некоторых листьях мы можем видеть признаки хлороза. Это значит, что сейчас растение уже начинает замедлять все свои процессы жизнедеятельности. Носить сейчас какие-либо подкормки смысла нет. Подкормку земляники лучше проводить в сентябре месяце, когда температура почвы еще позволяет корням полноценно поглощать питание. Что касается обрезки клубники, если вы не проводили ее в августе и в начале сентября, то сейчас обрезка категорически запрещена. Мы можем удалить только очень больные листья, на которых есть признаки гнилий, почерневшие листья, сухие листья. Их мы можем вырезать. Это будет больше санитарная обрезка. Кардинальную обрезку мы уже не проводим, иначе у нас клубника просто-напросто не перезимует. Оголенные розетки мы ни в коем случае не оставляем зимой. На ремонтантной клубнике у нас сейчас много завязи, цветов, но, к сожалению, она нас уже не порадует вкусным урожаем. Температура уже холодная, ягоды не вызрют, но будут забирать на себя очень много сил и питания. Поэтому все ягодки, все цветоносы мы удаляем, обрезаем обязательно, для того, чтобы растение не тратило на это силы. Также, если где-то мы видим образовавшиеся усы, мы их тоже вырезаем. Они забирают на себя очень много сил и питания. Очень важным мероприятием по уходу за клубникой осенью является обработка от болезней и вредителей. Потому что основные вредители клубники, белокрылка, долгоносик, они все зимуют в верхних слоях почвы, в прирозеточной зоне. И очень важно не допустить зимовку этих вредителей, чтобы весной они не начали у нас активно размножаться и продолжить вредить нашим растениям. То же самое касается и болезней. Клубника у нас вообще очень сильно аккумулирует на себе различные грибные и бактериальные заболевания, поэтому обработка осенью очень важна от белой пятнистости, от различных гнилей. Чем сейчас можно работать? Так как температура у нас уже достаточно низкая и работают не все препараты. Биология сейчас уже, к сожалению, не работает. Поэтому применять нужно химические препараты, которые точно будут иметь эффект. При пониженных температурах хорошо работает от болезни бордоская смесь и препарат хорус. От вредителей хорошо использовать октару как по листу, так и под корень. Но единственное, что октара не имеет акарицидных свойств, она не работает против клеща. Поэтому если у вас был земляничный клещ, то лучше использовать препарат ТПК. Он хорошо работает, кстати, от белокрылки и от земляничного долгоносика, еще от трипса. Им можно работать как по листу, так же и под корень. Один грамм препарата разводим в одном литре воды и проливаем все растения под корень. Весной эту обработку мы также повторяем. Что касается укрытия клубники на зиму. Если вы выращиваете клубнику на юге, либо если у вас сорта морозоустойчивость имеют высокую, то тогда укрытие не требуется. В северне я все-таки рекомендую клубнику укрывать. Так мы сохраняем ее и зимой от пониженных температур, и ранней весной от возвратных заморозков. Потому что ранние сорта клубники, они могут уже в начале мая начать цвести, а возвратные заморозки лишают нас первых урожаев. Также на примере своего участка скажу, что я клубнику укрываю. У меня участок находится в окружении леса и в низине. Даже если не будет очень сильных морозов, здесь все равно температура намного ниже, здесь очень сыро. Если не будет нормального снежного покрова, клубника может просто-напросто вымерзнуть. Что мы делаем? Как правильно укрываем клубнику? Лучше готовить воздушно-сухое укрытие. Я не рекомендую клубнику сверху накрывать какими-то срезанными ветками вплотную к листьям, потому что так растение может выприть. Лучше делать воздушно-сухое укрытие, ставить небольшие дуги и уже на них укладывать или лапник, или какие-то сухие ветки. Можно использовать специальный укровной материал, допустим, лутросил плотностью 30. Такое укрытие будет создавать дополнительную защиту и от снега, и от морозов, и от выпривания, потому что между растениями и самим укрытием будет воздушная подушка. Собственно, вот и все агротехнические приемы, которые необходимо провести с клубникой осенью в конце сезона, для того, чтобы она хорошо перезимовала, в следующем году порадовала нас замечательной вкусной ягодой. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием вам на них отвечу. Желаю всем хорошего завершения сезона, всем пока!